Всем привет из Киева столицы Украины с вами Виктор Фурсов сегодня 31 января 2020 года сегодня смотрим баночку с интересными животными непрошенными гостями поселившимися в этой баночке и это клещи думаете чего-то вдруг в банке завелись клещи и что это за банка это банка в которой жили жуки зафобосы зафобосатратус жук домашний которого разводят а это шкурки бананов да да вот если крутить на крышке банки уже замечаем маленькие точки внутри шкурки бананов но не сухие а немного влажные и что мы наблюдаем появились какие-то точки на на поверхности банки вот 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 я двигаю 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 смотрите чтобы мы получаем какая-то пыль просто огромная пыль а сейчас мы вот пододвинем просто невероятная пыль что за пыль это не пыль это живая пыль это клещи да они здесь вылезли образовали целое огромное скопление и что же это за клещи как мы уже выяснили у специалистов окорологов это к реформные клещи они достаточно мелкие размером от 0 1 до 0 5 десятых миллиметра и очень многообразные здесь есть свободно живущие паразитические формы они откладывают в основном яйца развитие сопровождается многократными линьками с последующими стадиями развития личинка 3 нимфы и взрослый особь это так называемые амбарные клещики да и по всей видимости возможно вот один из амбарных таких клещиков которые питаются разнообразными продуктами растительного происхождения вот один из них это мучной клещ тироглифус фарина вредит зерную разнообразным продуктам растительного происхождения а второе это называется сырный клещ тироглифус козы косы и вредит сыром а вот еще есть такой клещ карпа глифус лактис тут вообще размножается в кислом молоке на сухих фруктах старом сыре в пиве и гнилых овощах вот слизи образующиеся из овощей из фруктов вот в этой соке развиваются клещи ну и здесь мы наблюдаем счастливых клещей которые скорее всего погибли потому что я их закрыл в этой банке единственное спасение от них или срочно их вымыть и выкинуть или дать им задохнуться тогда не здесь банки конечно же без кислорода я уже хорошо наблюдаю что они не двигаются конечно поначалу это не двигались и передвигались спокойненько вот этим бананом по шкуркам но сейчас то уже отодвигались уже больше не двигаются ну мы видим что здесь их десятки тысяч потому что они очень мелкими максимум здесь 0,2 миллиметра попробую немножко их приблизить просто в обычном состоянии без микроскопа насколько позволит зум камеры вот видите внешне напоминает маленькие чешуйки но видны даже все таки их ножки на некоторых такие маленькие точечки иногда можно наблюдать но когда они двигаются они вполне хорошо себя активно передвигаются и видно на высохшие шкурки бананы что они двигаются при этом конечно же попадание таких клещей в продукты и затем в пищевой в пищу него совершенно нежелательно может привести к острым заболеваниям кишечно-желудочным они если накапливаются в помещении затем распространяются по предметам могут скапливаться в пыли поэтому мы их замкнули с целью ликвидировать удалить и помыть всю эту баночку в которой возможно останутся даже еще яйца клещей но в горячей воде они все будут уничтожены загрязненные продукты приобретают затхлый запах из-за загрязнения экскрементами и личиночными шкурками становятся комковатыми и на сырном клеще может образоваться целая огромная колония двигающиеся точек вот таких легких маленьких точек это будет вот сырный клещ тироглифус косеи так что вот такие клещи оказывается иногда заводятся как нежелательные элементы в культуре за фобосатратус если вы будете кормить достаточно часто какой-то влажной пищей фруктами если к культуре будет влажная среда если культура будет сухая на сухой культуре такие не появится чтобы поедали фрукты но на сухой могут появиться мучные клещи другой вид как я уже сказал сырный клещ это тироглифус косея а мучной тироглифус фарина поскольку они относятся к семейству тироглифоидея называются тироглифоидные клещи повреждают зерно муку и пищевые продукты они очень быстро развиваются развиваются двух недель до полутора месяцев но некоторые способны голодать в течение двух месяцев и спокойно себе существовать даже на питательной среде и вне питательной среды поджидая счастливый момент когда им предоставится еда а потом будет вспышка их размножения что их вот такая как мука и станет такое невероятно огромное количество сейчас я еще сделаю микроскопический препарат на стеклышко сейчас покажу как выглядит рядышком стеклышко вот на препаратике вот на такой препаратик перенесем клещи и посмотрим как они будут выглядеть крупным планом если вам будет интересно узнать как они выглядят не такие вот точечки а вот огромные именно под микроскопом то оставайтесь с нами переходите на линк который будет рядом с этим видео покажем крупным планом этих клещей и подписывайтесь на мой канал потому что я буду рассказывать следующие истории про разный насекомых животный мир его природе до новых встреч продолжаем осмотр клещиков и сейчас заглянем бинокуляр самый обычный бинокуляр мбс-10 положили стеклышко нас препарат то есть клещей в препарат накрыли сверху стеклышко и сейчас зумиком увеличим вот белые точки это клещи раз посмотрим как они выглядят уже от бинокуляром при большем увеличении здесь двоечкой десятка на окуляре еще зум раз в десять общее увеличение до 200 до 400 как минимум вот видим уже клещ видим хорошо его с левой стороны головная часть с ротовыми органами видим ножки видим тут личиночек мелких некоторые лопнувшие при переносе мелкие и более крупные раздутые самки большинство тут видимо личинок вот хорошо сформировавшиеся самка и яйца внутри тела сформировавшиеся круглые это мелкого размера вот одно яйцо например соотношение размера видим вот еще тоже экземпляры самочкой сформировавшиеся яйцо что они активно откладывают яйца и размножаются здесь они все уже зафиксированы вот крупный экземпляр яйцо волоски с левой стороны ножки правую сторону и волоски в левую сторону вот мелкие личинки здесь круглые это пузырьки воздуха волоски которые вызывают аллергии поэтому с клещами нужно быть осторожны желательно чтобы их не было поэтому нужно проводить уборку вот экземпляр тоже яйца внутри видны белые это вот на черном фоне просто под бинокуляром не фазовом контрасте при обычном увеличении где-то около 200 раз просвечивающим микроскопом будет более контрастное более крупное изображение это простое изображение под бинокуляром хорошо видно строение тела клеща видно яйцо несколько которые могут быть в теле созревающие самок некоторые вот отложенные уже на поверхностный субстрат вот личинки маленькое яйцо тоже яйцо здесь много экземпляров вот самочка вторая самочка третья четвертая вот такие у нас сегодня клещи которые развились на поняющей шкурке банана и вот такие вот яйца откладывают клещи в процессе своего развития и размножения так что если вам было интересно жмите на колокольчик и будем продолжать снимать вам видео надеюсь будет интересно пока пока до новых встреч и и и и Субтитры создавал DimaTorzok